Сегодня очень много обсуждают. Вы в своем фейсбуке тоже написали свое мнение по поводу позиции, опять же, Германии, по поводу танков, по поводу отправки на мороженое и так далее. Почему это происходит? Потому что, знаете, поведение и позиция немецкого руководства напоминает, ну, как это сказать, я стараюсь, ну, хорошо, скажу грубо, критические дни. Понимаете? То да, то нет, то да, то нет, то еще как-то. Неужели руководитель такой большой страны, да, европейской, не может занять раз навсегда определенную позицию? Я думаю, у него нет как раз никаких метаний, у него все совершенно определенно понятно. Он выступает в этой войне за Владимира Путина. То есть, он вынужден делать постоянно всякие реверансы в сторону Украины, и он их делает время от времени. Но вообще-то говоря, если мы смотрим не на заявления, а на действия, то сейчас мы говорим об Олафе Шольца, как он в Германии, конечно. Так вот, он отправляет в Россию десятки миллиардов евро за оплату нефтегаза. А в Украину когда-то обещали пять тысяч кассок отправить, так и не отправили. То есть, несопоставимые действия в пользу России и в пользу Украины. Россия получает от Германии на порядки, на многие порядки больше всякой разной помощи. А от Украины Шольц требует, ну, в общем-то, чуть ли не сдаться. Я поэтому, я его там вот в этом посте называю чудаком на букву М. И я считаю, что единственная надежда, конечно, сейчас у нас всех, это на немецкий народ. Потому что немецкий народ, на самом деле, поддерживает Украину и выступает за как можно больше быструю отправку в Украину тяжелых вооружений. И, слава богу, у Шольца начал резко падать рейтинг. С апреля его рейтинг упал уже на четверть его партии, точнее, не может быть совсем точным. И сейчас его партия не на первом месте, как она была на недавних выборах. В октябре были выборы у них, она первое место заняла. Она уже на третьем месте, даже не на втором. То есть, ее обошли уже и христианские демократы, и зеленые. И продолжается тенденция к снижению рейтинга. Я надеюсь, что Шольц поймет, что если он продолжит выступать в том же духе, то он просто лишится власти. Потому что в какой-то момент его партнеры по коалиции решат, что он им не нужен, что им гораздо выгоднее провести досрочные выборы и самим без него управлять страной. И в таком случае он просто лишится власти. И я думаю, возможно, его вот этот визит, объявленный, или точнее не объявленный, в Украину, совместно с Драги и с Макроном, как раз направлен на то, чтобы эту проблему решить, что, может быть, я предполагаю, это, конечно, только мои предполагания, что он все-таки решил как-то поменять свою политику, потому что понял, что если он будет продолжать в том же духе, как и сейчас, он просто останется без поста канцлера. Фронт. Політика. Экономика. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Украина-24». Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор